15 июля 1983 года на рынке Японии появилась одна из первых видеоигровых приставок третьего поколения – Family Computer, или сокращенно Famicom. Вместе с приставкой на прилавке магазинов поступили и первые игровые носители для неё – картриджи. На старте продаж Nintendo предложила покупателям три игры – Donkey Kong, Donkey Kong Junior и Popeye. Все картриджи имели одинаковую форму, одинаковый дизайн этикеток, но при этом отличались по цвету. До конца года Nintendo выпустит еще 6 игр с подобным оформлением носителей – Gamoku Narabe Ranger, Majong, Mario Bros, Popeye No Iguasobi, Baseball и Donkey Kong Junior Math. Однако уже в следующем, 1984, эта цепочка прервется. После игр теннис и пинбол выйдут две игры для светового пистолета – Wild Gunman и Duck Hunt, которые сохранят ту же форму картриджей, но при этом кардинально поменяют дизайн этикеток. Спустя год после начала продаж Famicom появится первая игра от сторонних компаний. Hudson Soft выпустит Nats & Milk и Load Runner, аккуратно скопировав оформление этикеток у Nintendo, не внося никаких изменений в форму самих картриджей. Но всего через пару месяцев сломается и эта традиция – Nanka выйдет на рынок игры для Famicom со своим аркадным хитом Galaxian на картридже с собственным дизайном. А в 85-м появится первая игра Jaleco, Exerion и Taito Space Invaders, корпуса которых будут тоже иметь свою оригинальную форму. А сколько вообще выходило вариантов корпусов? Давайте попробуем разобраться. Помимо уже упомянутых Nintendo и Hudson Soft, игры на картриджах в классических корпусах выпускались большинством других издателей – ASCII, Capcom, DataEast, Kemco, Konami, Tecmo и еще масса менее крупных компаний. Среди всей бесконечной цветовой палитры корпусов наиболее преобладающим были черные и белые, чуть реже встречались желтые и красные картриджи. Jaleco, одно из первых начавшие эксперименты с формой корпуса, поначалу не сильно отступала от канона. Ее картриджи по размерам были такими же, как у Nintendo, отличаясь только наличием гравировки имени компании в верхней левой части лицевой стороны корпуса. Плюс на задней стороне была фирменная этикетка со скриншотом из игры и кратким мануалом. Однако в апреле 88-го увидит свет игра из серии Maera Pro Tennis, физический носитель которой будет выполнен в форме всем известного нам пиратского ТВ-гейма. В дальнейшем Jaleco будет использовать такой корпус не только для своих спортивных игр, но и для некоторых других, например, Manic Mansion. В отличие от пиратской продукции, цвета подобных корпусов всегда делались либо белыми, либо черными. У компании Namco была немного своя история. 63 игры от Galaxy M.T.N.K. и Чебуйши вышли в единообразном прямоугольном корпусе с гравировкой лейбла на лицевой стороне в верхнем левом углу. Еще одной отличительной чертой этих корпусов было наличие на торце посадочного места под наклейку с названием игры. Практически все картриджи были черного цвета, за исключением нескольких игр, выпущенных в серебристом и позолоченных корпусах, например, Star Wars и Super Xevious. В июле 89-го Namco радикально меняет форм-фактор картриджа, выпуская в обновленном для нее стандарте две игры, FAMI 189 и хорошо известную Splatterhouse в анпаку граффити. В дальнейшем Namco выпустит для Famicom еще 19 игр, и все они будут в тех же корпусах той же цветовой гаммы, что и Splatterhouse. Еще один из пионеров кастомных картриджей для Famicom, компания Taito, на первых порах будет издавать игры в корпусах, похожих на Namcovskie, с тем лишь отличием, что лейбл компании будет располагаться в верхней правой части лицевой стороны картриджа. Выпустив, как и Namco, первые 18 игр с нумерацией, в июле 88-го Taito плавно перейдет к выпуску части своих игр в обычных классических корпусах, а в конце ноября того же года, вместе с игрой Takeshi Nosin Goku, компания представит свой новый собственный дизайн. Обновленный к 35-летию Taito логотип перекочует в нижнюю правую часть картриджа. Чередуя стандартный и фирменный дизайн, Taito издаст для рынка Японии еще 25 игр. Оставшихся три последних тайтла выпустит совершенно в ином форм-факторе, который вкупе с крутостью самих игр и малым тиражом изданий позволит войти им в топ-15 самых дорогих картриджей для Famicom. Я сейчас говорю о Captain Saver, Bubble Bobble 2 и The Jetsons. Другим самобытным издателем был Bandai. Основная часть игр, начиная с самой первой, Kinikuman Muscle Tag Match, выходила на картриджах вот такой формы. Черный цвет, хоть и преобладал в палитре красок корпусов, не был основным. Тут и красный, и желтый, и зеленый, и синий. В ноябре 1986-го Bandai запускает серию игр для коврика Family Trainer. За пару лет выйдет 10 частей этой франшизы в разноцветных квадратных картриджах с выдавленными на корпусе логотипом компании и названием серии. После выхода последнего Family Trainer в подобном корпусе, черного цвета, выйдут две части игры Famicom Jump. Единственным отличием, кроме цвета, станет измененной под соответствующую игру логотип верхней части картриджа. Дополнительно стоит упомянуть картриджи для Dotouch и Karaoke, которые тоже выпускались компанией Bandai. Не остановившись на косметических изменениях дизайна, дальше всех пошла компания IRM. Её первые шесть игр, Zip Race, Ten Yard Fight, Spelunker, Skun, Mushu и Spelunker 2 были выпущены на картриджах, которые имели светодиод, загоравшийся при включении консоли. Вероятно, в RM считали, что подобная фишка привлечёт покупателей из-за своей пользы. Сама Famicom ведь не имела светового индикатора включения консоли. Однако в последующих переизданиях первых четырёх игр от этой идеи пришлось отказаться, ввиду её нерентабельности. К слову, эти самые четыре игры в издании без светодиода имели меньший тираж и на ebay их стоимость примерно втрое выше обычных копий. Часть игр, начиная с седьмой по счёту для RM, Кайкетсу и Ян Чамару, имели дизайн, похожий на переиздание первых четырёх тайтлов, с квадратным отверстием в верхней левой части, с выдавленным в пластике логотипом по центру и без светодиода. Другая небольшая часть, включая известную Metal Storm, выходила в классических корпусах. Ну а остальные, начиная с известных Горди Гайден, также Холли Дайвер и Spartan X2, выходили в корпусах, отличительной особенностью которых остался только логотип по центру картриджа, выдавленный на наклонные плоскости. Начав выпускать игры ещё в 83-м году для компьютеров MSX, в 85-м, открыв для себя новое направление, Konami вместе с портом Antarctic Adventure представит свой собственный корпус для картриджа Famicom, строгая форма которого, без сомнений, укажет на источник вдохновения дизайнеров. Отверстие, функциональная часть картриджа для MSX, на картридже для Famicom станет элементом декора, а также предметом бесконечных шуток и обсуждений, зачем же оно всё-таки там нужно. Наклейка с изображением арта по игре – одна из самых больших по площади среди всех картриджей Famicom, если не самая большая. А с учётом того, что стикер плавно переходит на торец картриджа, и его становится легко идентифицировать и с этой стороны, можно сказать, что данный корпус от Konami – наиболее удачная разработка среди всех многочисленных вариантов. В сентябре 87-го Konami представит игру Salamander в своём фирменном корпусе, но при этом сделанном из прозрачного пластика. Интересно, что данный проект ещё на стадии разработки и тестирования имел прозрачный корпус. Правда, не зелёного цвета, как было в релизе, а синего. Почему Konami пошла на этот эксперимент и почему он так ограничился одной игрой, сейчас сказать невозможно. Вероятно, ответ кроется в стоимости производства корпусов из подобного пластика. В январе 90-го, вместе с игрой Gunbar и Gaemon Gaiden, миру предстанет ещё один форм-фактор картриджей от Konami. По размерам и пропорциям он будет похож на серию Family Trainer от Bandai. Ровно через два года, в январе 92-го, выйдет вторая часть Gunbar и Gaemon Gaiden на картриджи такой же формы. Кроме этих игр, подобные корпуса получили Madara, Lagrange Point и Esper Dream 2. Помимо этого, известно, что Konami выпускала аддон, похожий на Dotouch по смыслу использования – Konami Q-Adapter. Для этого устройства выходило два картриджа – Space School и Space University, имевших специфическую форму. Увы, на данный момент это практически вся информация по этому девайсу, настолько он редкий. В марте 88-го компания Koei портирует свой бессмертный хит на Bunanga's Ambition на Famicom, выпустив игру на картридже, форма которого больше похожа была на классические корпуса для игр Nintendo Entertainment System. И хотя между датами выхода Koei на рынки Японии и США разница в один год, можно предположить, что именно унификация стала той причиной, по которой компания решила спроектировать для японского издания именно такую форму пластикового корпуса. В поддержку этой теории можно провести два аргумента. Во-первых, если взять плату из какого-нибудь Koei картриджа и сравнить с платой из любого NES-овского, то можно заметить, что отличия минимальные. И во-вторых, что самое главное, половинки корпуса картриджа от Koei скреплены четырьмя стандартными нинтендовскими винтами. Ни до, ни после подобная технология на Famicom картриджах не использовалась. В дальнейшем, кроме самой Koei, корпуса подобной формы использовали ещё несколько издателей, вероятно прибегая к этому тогда, когда игры с большим количеством микросхем и батарейкой не вмещались в традиционные для данной компании картриджи. ASCII, HAL, Konami с игрой GunSight. Хотя вот здесь мотив непонятен, ибо у Konami на тот момент уже был свой большой квадратный картридж. Enix и Square, который выпустил сборник из первых двух частей Final Fantasy. Эта компиляция, кстати, стала одной из пяти последних игр, выпущенных на Famicom. Появившись на рынке Famicom игр практически позже всех упомянутых компаний, Sunsoft в июле 1985-го выпустит свой аркадный хит Super Arabian на белом картридже классической формы с единственным отличием в виде выдавленного в пластике на самом видном месте логотипа издателя. До момента релиза Alien Syndrome в декабре 1988-го картриджи будут сплошь белые, иногда чередуясь с классическими корпусами без всяких дополнительных элементов дизайна. В конце 1989-го вместе с выпуском Batman в чёрном Sunsoft-овском корпусе прекратится издание новых игр в картриджах белого цвета. В октябре 1990-го Sunsoft выпустит на специальном картридже игру Nante Tatte Baseball. Особенностью этого картриджа будет являться наличие слота для дополнительного картриджа меньшего размера. По замыслам разработчиков, подобный ход должен был сократить и сдержки при ежегодном производстве одной и той же спортивной игры, но с разными ростерами команд. Однако идейного вдохновителя проекта от Суши Сакайи переключили на другие задачи, а игру доверили закончить известному по метафайт Кенжи Сада, который спустя годы в интервью рассказал, что на момент запуска Nante Tatte чувствовал в себе усталость от разработки игр, да и сам по себе бейсбол как вид спорта для него был не особо интересен. В феврале и марте 1991-го Sunsoft небольшим тиражом выпустит два дополнительных картриджа для Nante Tatte. Стоимость первого сейчас составляет порядка 100 долларов, а второго почти в 7 раз больше. Такой сложилась история первой 8-битной приставки и игр для неё. Яркая, уникальная, с большим количеством дизайнерских и инженерных экспериментов, которые так или иначе повлияли на развитие игровой индустрии. Ни до, ни после Famicom не встречалось такого разнообразия форм игровых носителей. Если отбросить из подсчёта цветовые различия, то только разных корпусов наберётся более 20 штук. Эволюция животного мира с течением времени пришла к многообразию. Эволюция видеоигровых развлечений к унификации. И это ещё больше придаёт ценность тому, с чего всё начиналось.